Здравствуйте, программа «В центре внимания» в эфире в студии Яна Лисовая. При Амуре активно готовится к единому дню голосования. 10 сентября по всей области пройдут больше 100 избирательных кампаний. Сегодня об этом поговорим. Итак, у нас в студии заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Александр Василенко. Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Действительно, у вас сейчас такая жаркая пора, подготовки к выборам. Давайте для наших зрителей объясним, сколько всего избирательных кампаний пройдет в этот день, 10 сентября. Действительно, до дня голосования, до 10 сентября осталось 37 дней. В целом по области 10 сентября будет 176 избирательных кампаний. Наиболее крупные – это дополнительные выборы депутата законодательного собрания по второму избирательному округу Рачехинскому. Выборы главы города свободного. В 22 районах пройдут выборы в районные советы. Очень много сельских советов. В целом будет распределено более 1500 депутатских мандатов. Ну вот одна из самых крупных таких избирательных кампаний, это до выборов в законодательное собрание, регистрация кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 2 Рачехинский объединенный. Он так называется, регистрация уже прошла. Вот что вы можете рассказать о подробностях этой избирательной кампании? Да, действительно, 27 июля были зарегистрированы последних два кандидата. Это Раченко Виктор Федорович и Бутенко Максим Александрович. Значит, на сегодня у нас 4 кандидата на один мандат. Их можно уже назвать, хотя была информация. Это вот у нас 17 июля был зарегистрирован Зимель Петр Анатольевич, представитель КПРФ. 26 июля Гавриленко Елена Владимировна, это представитель партии «Справедливая Россия». 27 июля был зарегистрен, как я сказал, Раченко Виктор Федорович, представитель партии «Единой России». И Бутенко Максим Александрович, представитель партии «ЛДПР». Избирательная кампания, то есть кандидаты зарегистрированы и избирательная кампания пошла. Значит, сегодня, допустим, состоялся первое мероприятие. Это была проведена жеребьевка, на которой присутствовали кандидаты в том числе. Была жеребьевка проведена по распределению бесплатного эфирного времени, которое по закону предоставляет государственные телерадиокомпании и газета «Амурская правда». Кроме агитационных роликов, там будет и на Первом канале, и на ГТРК организованы дебаты с этими кандидатами. Основная тема – это пути развития Амурской области. Жеребьевка прошла, значит, мы планируем завтра на заседании избирательной комиссии утвердить графики, и на следующей неделе в «Амурской правде» эти графики будут опубликованы. Я зрителям сразу поясню, что наш канал тоже вошел в это число, и у нас тоже будут организованы дебаты политические как раз-таки для кандидатов. Ну, то есть получается, что четыре кандидата заявились, и все четверо прошли дальше на выборы. Не было никаких… Нет. Хорошо. Ну, в целом, как вы оцениваете ход избирательной кампании, подготовки к выборам? На сегодня все идет в соответствии с календарным планом, который утвержден. Кандидаты были, я говорю, на жеребьевке, принимали участие, как бы все ровно, спокойно идет. Более того, на предыдущем заседании избирательной комиссии было принято постановление, в котором был утвержден перечень средств массовой информации, а также предприятий и организаций, которые будут оказывать услуги кандидатам по выпуску агитационных материалов. Значит, мы планируем на следующей неделе где-то провести с ними встречу, чтобы расставить точки над «и», для того, чтобы было понимание, где информация, а где агитация, чтобы все работали в рамках закона, который предписывают. Тем более, вы знаете, что в прошлом году были изменения законодательства в части агитации. Ужесточились требования, да? Да, несколько они стали жестче, изменения в административный кодекс были внесены. И, пользуясь случаем, я хотел бы напомнить средства массовой информации по срокам аккредитации. С одной стороны, вроде бы ужесточение, с другой стороны, средства массовой информации сегодня получают возможность в случае аккредитации в избирательной комиссии присутствовать при голосовании, присутствовать при подсчете голосов. Более того, по итогам, когда будет изготовлен протокол об итогах голосования, получить копию протокола. Но это при условии, если средства массовой информации получат аккредитацию. Ну и хотел бы напомнить, что аккредитация у нас в области началась с 10 июля за 60 дней до дня голосования и закончится она в сентябре. Но предлагается не затягивать и обращаться пораньше, чтобы получить аккредитацию. Ну понятно, что сейчас работа кипит и у кандидатов и у вас, потому что идет активная подготовка в том числе и кадрового состава тех людей, которые будут работать на выборах. Они уже проходят семинары или это уже такой законченный процесс, все готовы, все ждут 10 сентября? Нет, процесс еще не закончен. Все дело в том, что мы только к 1 июля получили специальное программное обеспечение и у вас уже была один раз передача, посвященная применению QR-кода. После этого мы провели серию кустовых семинаров, совещаний с практическим занятием, на которых присутствовали председатели территориальных избирательных комиссий, присутствовали системные администраторы. И там они практически каждый заполнял такой тренировочный тест по изготовлению итогового протокола, по его введению в газвыборы. Для чего это сделано? Потому что проведя вот такое занятие, теперь уже председатели территориальных комиссий будут проводить учебу и практические занятия с участковыми комиссиями. Более того, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии, теперь каждая участковая комиссия своим решением выделяет двух операторов, которые именно и будут вводить эти итоговые протоколы в систему, которая будет готовить этот протокол. Эти операторы проходят отдельное обучение, практически это осуществляет в территориальных комиссиях. И мы затем все это подготовили, проект удостоверения по итогам обучения, и каждому оператору будет выдано. Ну то есть до того, как программу протестировали, многие думали, что это немного усложнит работу территориальных комиссий, потому что нужно будет и с техникой как-то более, так скажем, погружаться в этот процесс. Сейчас, когда программа уже прошла тестирование, тестовые такие варианты, что вы можете сказать? Это как-то, ну то есть станет легче ли работать и намного ли проще и прозрачнее, самое главное? Станет немного легче, в каком плане? В программе уже заложены математические и логические все решения, и в случае при заполнении итогового протокола, если какие-то цифры введены неверно, программа будет выдавать, по какой графе, какая цифра неправильно сформулирована, либо неверно введена. Там будет это соотношение. И только после того, когда все цифры будут введены правильно, загорится, что протокол сведен верно, и машина спросит, если все верно, на печать. И более того, при печатании этого протокола будет выводиться QR-код, который будет именно этого протокола. И хотелось бы заметить, что когда протокол будет рассмотрен комиссией, подписан, членами комиссии заверен, на всех, кому это необходимо, будут готовиться копии протоколов, выдаваться там же заверенные копии протоколов, и только после этого программа будет закрываться. Так вот, если даже через полчаса эту программу открыть, то QR-код уже будет другой. Там изменится как минимум время. Поэтому тот QR-код, который будет сделан на протоколе номер один, он будет оригинальный по своей сути, и ни одна участковая комиссия ни в каком другом регионе его не сможет повторить. Вот это и есть как бы та гарантия того, что когда члены комиссии заполнили итоговый протокол, он в своем роде единичный. Уникальный. Уникальный, так сказать. Вот, и мне хотелось бы, мы проводили работу по обеспечению участковой комиссии техникой, потому что, чтобы компьютеры были, принтеры, хотелось бы поблагодарить и правительство области, и глав муниципалитетов, которые вот как бы прониклись этим всем. И на сегодня, допустим, у нас 10 сентября будет, сколько у нас, сейчас скажу вам, 549 комиссий будет задействована в области. Так вот, из 549 комиссий 491 комиссия будет обеспечена компьютерами и принтерами. Ну, большая часть. Да, ну, это почти 70%. Плюс 46 будет применок АИБов. То есть, практически 96% у нас будет обеспеченного техникой. Мы ставим задачу, почему такую? Потому что, как можно больше применения компьютеров с изготовлением QR-кодов для того, чтобы подойти к президентским выборам с обученным составом участковых комиссий. И на президентских выборах, я думаю, таких проблем уже не будет у нас. Хорошо. Спасибо вам большое, что нашли время прийти в студию. Я думаю, что мы еще не раз встретимся, поговорим о подготовке к выборам. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Александр Василенко. Это была программа «В центре внимания». До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.